КФУ почтили визитом потомки великого русского математика, основателя Казанского университета. В первой половине дня Ольга Екатерина Суботина, являющаяся потомками 4-го и 5-го поколения Николая Лобачевского, открыли для себя новые подробности из жизни легендарного предка. Интересные экспонаты, истории и факты. Все это и многое другое открылось гостям вуза в Музее Истории Казанского университета и в Музее Лобачевского, расположенном в ректорском доме КФУ. Наша семья очень любит общаться и с Казанью, и с университетом. Для нас это очень трогательно. И спасибо вам большое, что вы чтите память и увековечиваете такого значимого для всего мира и мировой науки человека. Визит потомков Лобачевского имеет ознакомительный характер. И если Ольга Суботина была в гостях у КФУ не единожды, то ее дочь посетила университет впервые. Я обрадовалась очень, что увижу университет, в котором учился и работал прадедушка. И я счастлива, что я вот здесь побывала первый раз. Состоявшийся визит не обошелся без сюрпризов. Из рук директора Музея истории Казанского университета Светланы Фроловой гости вуза получили приятные подарки. А именно книги о старинном университете России, его музеях и многом другом. А далее Ольга и Екатерина Суботина отправились в не менее интересные места университета. А именно в отдел древних рукописей и зоологический музей КФУ. Чем запомнилось знакомство с великим вузом, который основал русский математик Николай Лобачевский, мы расскажем в нашем следующем выпуске. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.